Всем привет! С вами Анна. Сегодня мы снова поговорим с вами об идиомах. И наша тема – погода. В предыдущих уроках мы обсуждали идиомы, связанные с деньгами, отношениями, животными. Сегодня будем говорить о погоде. Вам наверняка известно, что погода – это одна из излюбленных тем Великобритании. Видимо, поэтому в английском языке существует достаточный идиом, связанных с различными погодными явлениями. Итак, бывают дни, когда вы себя чувствуете не очень хорошо, испытываете недомогание, возможно, реагируете на изменения погоды. В русском языке мы бы, скорее всего, употребили фразу «быть метеозависимым». В английском языке для такой ситуации существует идиома under the weather. Например, Я себя не очень хорошо чувствовала сегодня и поэтому не пошел на работу. Будьте осторожны! Идиома under the weather может переводиться как «слегка выпивший». Следующая идиома, которую мы рассмотрим сегодня – это «витать в облаках», «мечтать», «быть непрактичным». В английском языке это звучит как «to have one's head in the clouds». Дословно, это «глава в облаках». Был, кстати, такой фильм в 2004 году с Шарли Стерн и Пнелопой Круз. Очень рекомендую. Так вот, например, Есть еще одна идиома, связанная с облаками. Все мы знаем выражение «на седьмом небе». Это означает, что кто-то безмерно счастлив. В английском языке нумерация небес немного иная, и выражение звучит как «on cloud nine». Например, Она только что купила свою первую машину, и на седьмом небе от счастья. Итак, сегодня мы с вами разобрали три идиомы, связанных с погодными явлениями. Under the weather – испытывать недомогание, приболеть или же быть навеселе. To have one's head in the clouds – витать в облаках, мечтать, быть непрактичным. On cloud nine – быть на седьмом небе от счастья. На сегодня все. Надеюсь, мой урок был полезен для вас. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok